МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Вопрос цены. Сезонное снижение закупочных цен на молоко обсудили сегодня на еженедельном совещании в Доме правительства. Главное участие в 5-й гимназии состоялось состязание по многоборью. Праздник высокого искусства. Стартует 25-й международный балетный фестиваль. Цены на молоко как стимул для развития перерабатывающего производства. Сегодня в республике насчитывается 86 тысяч коров. 60% из них находятся в личных подсобных хозяйствах. Ежегодно в период большого молока отпускные цены на сырье резко снижаются. Обесценивается труд большого количества людей. Ситуацию обсудили на еженедельном совещании в Доме правительства. Эта проблема пусть и сезонного характера свойственна аграрной отрасли всей страны. И хотя средние закупочные цены почувавшие соответствуют уровню цен в субъектах ПФО, ситуация в целом это не меняет. Держать молочных коров становится невыгодно. Также были времена, когда поголовье сокращалось. В прошлом году правительство приняло свои меры. Впервые оказанная в прошлом году господдержка в виде субсидии на содержание коров позволила сохранить доход на содержание коров в сельских подворьях и остановить статистику падения. Если в предыдущие годы в республике сокращалось до 3,5% поголовья в ЛПХ, в 2020 году этот показатель составил меньше 1%. Для повышения продуктивности коров и повышения качества молока в этом году будут сформированы 10 мобильных пунктов искусственного осеменения сельскохозяйственных животных. Они могут развернуться на базе любого подсобного хозяйства. Еще одна проблема, усугубляющая ситуацию – недобросовестные перекупщики. Пользуясь порой безвыходным положением владельцев коров, они сбивают цены. Я бы здесь попросил активнее привлекать правоохранительные органы и по цепочке проходить. То есть здесь мы с вами должны ни в коем случае не допускать того, что мы с вами выделяем денежные средства из бюджета, поддерживаем людей, которые содержат крупный рогатый скот, а перекупщики молока, сборщики, используя эти моменты, нивелируют практически ту помощь, которую люди получают. В целях стимулирования роста закупочных цен на молоко от населения с этого года власти намерены предоставлять региональные гранты на поддержку сыроделия, возмещать до 30% на покупку оборудования по глубокой переработке молока и предоставлять субсидии на маркировку продукции. Все это позволит в долгосрочной перспективе сохранить необходимый уровень рентабельности и обеспечить доступный уровень цен на молочную продукцию для населения. Ольга Семенова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Питание школьников – вопрос, требующий постоянного внимания. Необходимо, чтобы горячие обеды были доступны вне зависимости от того, в какой школе учатся дети. Депутаты Госсовета Чувашии, представители исполнительной власти Республики, контролирующих органов, побывали в нескольких учебных заведениях Республики и познакомились с организацией процесса. Второклассники Атлашевской средней школы в столовую ходят с удовольствием. Я люблю больше всего гречку с котлетой. Когда я сытая, мне хорошо и весело. В Атлашевской школе за организацию питания отвечает местная агрофирма. До Нового года обходили собственными запасами овощей. Весной стали закупать у оптовых поставщиков из Маргаушского района. В Чебоксарах в большинстве школ питание отдано на аутсорсинг. В одной кормят детей самостоятельно. Всего в Чувашии горячее питание получают более 60 тысяч школьников. Только в 2020 году на обновление оборудования, ремонт столовых и пищеблоков направлено более 270 миллионов рублей из-за республиканского бюджета. В дни осенних каникул для директоров школы, заведующих производством, были проведены обучающие семинары, на которых обсуждались вопросы формирования школьного меню и финансовых механизмов организации питания. Качество обедов проверяют регулярно. В прошлом году прошло более 300 проверок. Проблема остывших блюд была зафиксирована в трех образовательных организациях на линии раздачи. И на столе у школьников восьми образовательных организациях. Но к данным учреждениям приняты меры по усилению штата работников пищеблоков, занятых на раздаче пищи. В Минобразовании Чувашии работают над стандартом по организации горячего питания. Он позволит определить и ответственность за качество еды. Сейчас за все отвечают руководители школ. Где граница вот этой организации питания? Конечно, мы отвечаем за режим, мы отвечаем за чистоту в самом зале, за то, чтобы питание не было холодным. Но сегодня мы еще отвечаем, что происходит в самих цехах. На совещание подняли и вопрос стоимости школьных обедов. Сейчас бесплатное питание для одного ученика начальной школы обходится в 55 рублей 20 копеек. Сумму утвердили еще в прошлом году. Но за это время цены на некоторые продукты серьезно выросли. Если посмотреть на сегодня, у нас за это время вот курица, тушка, цыпленка выросла на 42 процента. Значит, яйцо на 60 процентов, сахар, песок 50 процентов. Крупа, гречни 22 процента, картофель 2,2. Я могу этот список еще продолжить. Никакой компенсации, значит, вот этих вот расходов, пока даже разговора нет и речи нет. У нас на сегодняшний день на шестоловых, значит, фактическая стоимость получается не 55-20, а где-то уже за 60 рублей. 65-66 рублей. Пока работаем в убыток. Но мы понимаем важность обеспечения школ, важность выполнения решений нашей федеральной руководции. По итогам совещания будут выработаны рекомендации для совершенствования организации школьного питания, чтобы задача решалась комплексно и системно для всех муниципалитетов. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика. От содержания дорог до проектной деятельности. Эти вопросы обсудили в Урмарском районе. Там состоялся день главы поселения. Кроме Урмарского участвовали руководители из Козловского и Янтиковского муниципалитетов. Круг вопросов, которые ежедневно приходится решать главам поселения, сегодня достаточно широк. Благодаря десяткам успешно реализованных проектов, облик села и деревень республики меняется на глазах. Но одним благоустройством полномочия не ограничиваются во главе угла повышения инвестиционной привлекательности территории. Налоги, которые генерируют микро- и макробизнес, являются серьезным подспорьем не только для районных бюджетов, но и для местных. Поэтому каждый глава заинтересован в том, чтобы их количество росло. Большую роль здесь играет государственная поддержка. Чтобы они могли развиваться, чтобы у них оставались деньги для того, чтобы они могли развивать свой бизнес, свое предприятие, открывать новые цеха, создавать новые рабочие места, чтобы они могли менять оборудование. Для выявления и тиражирования интересного опыта работы ежегодно проводится общероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика». У местного самоуправления республики серьезная заявка на победу. Очень хорошим опытом работы поделились главы поселений районов о работе старостно-населенных пунктов. Этот уникальный опыт, который у нас есть сегодня в Чувашской республике, и он, безусловно, требует тиражирования. Обсудили вопросы взаимодействия местных властей с контрольно-надзорными органами и передачу полномочий по внешнему финансовому контролю. И планируем мы изменения регионального законодательства в сфере развития местного самоуправления. Завершился день главы в Доме спорта. Команды сельских поселений сошлись в турнире по волейболу и в соревнованиях по армрестлингу, где показали в буквальном смысле, как работать плечом к плечу. Приведем планету в порядок. Начнем с республики. В Чувашии стартует традиционный экологический месячник. Пробуждающаяся после зимы природа требует обновления во всем. С 15 апреля по 5 июня в республике пройдут массовые экологические субботники. Добровольцы соберут и вывезут твердые коммунальные отходы, очистят и благоустроят родники, высадят деревья и кустарники. В весенний период запланировано проведение на территории Чувашской республики Всероссийской акции «Сад памяти». В рамках мероприятия будут высажены деревья во всех муниципальных районах и городских округах республики. В городских парках, скверах, аллеях, так и на территории лесного фонда. При озеленении территории важно разработать некоторые стандарты, включив в них и определенный перечень растений. Здесь мы решаем сразу несколько задач, на мой взгляд. Первое, мы даем четкий сигнал предпринимателям, которые занимаются содержанием питомников, какие растения будут использоваться у нас массово для озеленения и поддержания. Ну а, соответственно, далее мы можем уже в том числе более целенаправленно направлять и усилия, о которых говорил Александр Юрьевич, по повышению квалификации и компетенций, содержания, ухода и сопровождения растений, которые используем в озеленении населенных пунктов. Результаты экологических субботников осязаемы и очевидны. Это чистые скверы и парки, облагороженные лесные тропы, новые зеленые массивы. Ольга Семенова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Производство хмеля в Республике выходит на новый уровень. Этому во многом способствует республиканская программа, в которую вошли все точки роста уникальной культуры. Выращиванием и частичной переработкой зеленого золота в Республике занимаются пять предприятий. Свои опытные плантации есть у Чувашского аграрного университета. Получен патент на цивильский хмель, подтверждающий исключительное место его произрастания. Официальный статус способствует продвижению продукта на рынке, защите его от недобросовестных производителей. В перспективе ежегодный прирост хмеля должен составлять не менее 10%. Кружевное плетение сегодня в тренде. Ни одна модница не откажет себе в удовольствии украсить свой наряд ажурным воротником, манжетами. Кружевом можно украсить и дом. Тамара Петрова из Маргаушского района достигла в этом деле совершенства. Кружево из Маргаушского района Кружево из Маргаушского района Но Тамара Петрова с помощью челнока, крючка и ножниц творит чудеса. Из ее рук выходят ажурные изделия, как будто сотканные из воздуха. Изящные воротнички, манжеты, бижутерия в виде серег, колье, браслетов. Все это сделано в уникальной технике фриволите, отличающейся оригинальным рисунком, составленным из дуг и колец. Мне похоже на вязание крючком, спицами. И само слово фриволите, оно идет от французского. Более похоже на свободное, легкое. Видимо, именно вот это содержание меня более-менее, наверное, первоначально привлекло. Потом уже познакомившись с самой техникой и с изделиями, вот это меня прям заворожило и меня до сих пор не отпускает. За 25 лет мастерица сплела не одну сотню изделий. Набралось на целую выставку. Ее кружево носят близкие подруги, а салфетками украшен не один стол. У нас каждый год в этом шомиковском клубе проводится фестивай-конкурс Читикле-Неурядный Мургашень, Кадегасинского сельского поселения. Все коллективы сюда приезжают, и мы там всегда свои вот эти выставки готовим. И у нас одна, одну большую выставку для нас это готовит всегда наша землячка Петрова Тамара Алексеевна. Она нас всегда выручает, ее работа всегда ценится, и все восхищаются ее мастерством. Восхитившись, односельчанки просят научить их удивительному искусству рукоделия. Тамара Алексеевна никому не отказывает. Работа выполняется по схеме, там, как и в Чувашской грушевке, четно по числу узлов рисунка. Конечно, прекрасно научиться и придумывать какие-то идеи для внедрения вот этой вот технологии фриволите в создание удивительных костюмов Чувашской культуры. Надеемся, что мы будем продолжать эту технологию использовать. Главное культурное событие весны. 10 апреля открывается 25-й международный балетный фестиваль. Новые спектакли, новые солисты, поклонники в предвкушении интересных премьер. Классика и современность на одной сцене. Формат, который удовлетворит все вкусы и пристрастия. Стартует фестиваль вечером одноактных балетов. «Не дай мне уйти» Андрея Меркурьева и «Барокко» Данила Салимбаева. Современная хореография давно уже привлекает зрителей. «Вечер действительно будет таким разным, так как два хореографа Данила Салимбаева и Андрея Меркурьева. Каждый ощущает, наверное, свой мир, который вокруг себя по-своему, живет по своим принципам. И это будет, конечно, все видно в хореографии. Не зря говорят, что хочешь узнать о человеке, какой он, придите на его спектакль и посмотри на него. Сцена оголяет нашу душу, оголяет наш мир». На весь мир известен Пирамский театр «Балет Евгения Панфилова». Он не раз приезжал и в столицу республики. На этот раз артисты привезли балет «Фауст». Два одноактных танц-спектакля «Бах-моментум» и «Лабиринты» подарит чебоксарцам уникальный коллектив из Екатеринбурга «Танцтеатр». Среди приглашенных артисты Бурятского театра оперы и балета «Харука Ямада» и «Эрдем Сандаков». Они примут участие в галоконцерте. В рамках фестиваля состоятся два творческих вечера больших мастеров сцены – народные артистки Чувашии Татьяны Альпидовской и заслуженные артистки России и Чувашии Ольги Серегиной. Для любителей классики приготовлено несколько спектаклей – «Лебединое озеро», «Жизель» и «Вальпургиева ночь». Инесса Потапкова, Георгий Кривошейн, «Республика». В Национальной библиотеке Чувашской республики прошел фестиваль современной поэзии «Голоса». Его история насчитывает более десяти лет. Он посвящен памяти известного авангардиста, поэта с мировым именем нашего земляка Геннадия Айги. Фестиваль объединяет поэтов из разных городов – Москвы, Казани, Саратова, Ульяновска и других. В нем принимают участие как опытные литераторы, так и молодые. Цель фестиваля – познакомиться с новыми голосами в мире поэзии. Этим когда-то занимался и сам Геннадий Айги. Пандемия внесла свои коррективы. Поэтому часть поэтов участвовала в фестивале дистанционно. На связи были Киев и Бостон. Но это никак не повлияло на мастерство и талант. Программа была весьма насыщенной. Интересные лекции, презентации новых изданий. Одну из них с названием «Провинция живых» представил поэта и литературовед из Санкт-Петербурга Арсен Мирзаев. В книгу вошли избранные стихотворения Геннадия Айги с комментариями составителя. Общение без преград. В честь 60-летия со дня первого полета в космос Юрия Гагарина в столичной пятой гимназии состоялось состязание по многоборью. Школьники-волонтеры пригласили студентов Чебоксарского экономико-технологического колледжа с ограниченными возможностями здоровья. Добровольцы из пятой гимназии пригласили ребят из Чебоксарского экономико-технологического колледжа. Шесть смешанных команд состязались в настольном теннисе, в сборке-разборке автомата Калашникова, в стрельбе из пневматической винтовки и в новой необычной игре футбол. Симбиоз футбола и бильярда. Школьники учатся взаимодействовать с людьми, нуждающимся в особом внимании и работать с ними в одной команде. Сегодня кто-то был в роли учителя, кто-то приобретал новые навыки, а кто-то просто пришел за новыми эмоциями. Нравится, тут каждому откроется свое что-то новое. Я прям хорошо себя чувствую и на сборке автомата, в теннисе и в других. Каждый должен здесь участвовать, а не побеждать. Екатерина Шиверова, Юлия Одикова, Николай Скворцов, Республика. Таковы главные новости понедельника, 5 апреля. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова